Пионерский салют А радиоприемники были во всех домах В редакцию ежедневно приходили мешки писем Дети делились иногда самым сокровенным Девочка пишет мне, дорогая редакция Я очень прошу мою бабушку поздравить в пионерском салюте Бабушке исполняется 85 лет И она просит, поставьте в пионерском салюте песню «Замучен тяжелой неволей» Такие вот письма, которые лично приходили, я пыталась всегда отвечать Так, так, я хорошо по стенке вижу Так, 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 у меня отработано все Комната, мой сын назвал, он это все сделал Назвал это музей моего имени Музей моей мамы Сейчас Галине Александровне 89 лет Она совсем плохо видит Но живет вместе с единственным сыном Врачом скорой помощи и любимой невесткой Которые взяли на себя все домашние бытовые заботы Двое внуков, четверо правнуков Живут самостоятельно Надо сказать, несмотря на невероятную народную любовь И признательность, журналисты никогда Не были высокооплачивыми людьми И Шелученко в роскоши не купалась Да и звездной болезни, впрочем, Галина Александровна Тоже никогда не страдала Ой, как вы на троллейбусе ездите? Вы, Шелученко, Галина? Я там, прямо в авто, в троллейбусе Я говорю, а что? Мы думали, вы только на такси Вот у людей такое представление было Понимаете, вот это один факт С детства судьба Гали была неблагосклонна Совсем маленькой в 37-м году Она потеряла отца, которого расстреляли Как врага народа Спасаясь от репрессий, мать переехала В Даурский район 20 лет жила Галя с клеймом Дочери врага народа А это означало отсутствие Всяких перспектив в карьере Ее и в комсомол-то не хотели принимать Через всю жизнь она пронесла благодарность Директору деревенской школы Александру Трегубенко Который делился с девочкой Упавшей однажды в голодный обморок Своими хлебными карточками И, между прочим, очень рискуя Вступался за талантливую ученицу Всегда И потом еще раз меня спросил Куда ты решаешь? Я говорю Он говорит Галя, это не для тебя Ты поедешь в деревню Выйдешь замуж За тракториста или комбайнера И через год ты повесишься Тебе ни в коем случае нельзя этого Ты пойдешь работать в редакцию Я говорю Кто меня там примет? Я уже договорился с бюро Райкова партии Вот Я попала в колхозную правду На три должности сразу Корреспондент, ответ секретарь И корректор Потом были редакции краевых газет А еще через некоторое время Ее пригласили в детскую редакцию На краевое радио Тогда случайные люди с улицы На радио и телевидение не попадали Отборы требования были невероятно жесткими Идеальная дикция и произношение Повышенная грамотность Не дай бог ударения, где неправильно поставить Все тексты вычитывались бесконечными проверяющими И заделали то Сейчас Галина Александровна Постоянно слушает радио и телевидение Но зачастую содрогаясь Во всех этих каналах, которые идут из Москвы Очень много Я бы сделала замечаний Очень много И по рекламе И по произношению Очень обычные, простые слова Ну, неужели так трудно запомнить Вот это все Кажем даже там Вот собрались и все Вот собрались у них Невозможно выдавить это Мне кажется, что русский язык Как-то Он Теперь немножко Не то стал забываться Не то с него спрос Меньше стал Несмотря на проблемы со здоровьем Галина Шелученко старается Насколько это возможно Вести активный образ жизни Она выступает на концертах И поет всю сознательную жизнь Утверждая Тот долго живет Кто много поет Осенняя женщина Осенний букет В нем все Многоцветие Прожитых лет А в том Многоцветии Все было Все было Но женская мудрость Все победила А женская нежность Любовь сохранила Наталья Кичина Виталий Субботин Новости ТВК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok